У меня сегодня получается лекция про школу туризма, но так случилось, что сегодня к нам буквально с Привет Бруси вернулся идейный вдохновитель всего этого движения Сережа Савельев, мой старый друг детский, поэтому я как бы соблазнил на самом деле со мной вдвоем зачитать получается вам эту лекцию, и он будет мне во всем помогать. Прошу любить и жаловать. Что такое туризм? Если заглянуть в Википедию, то станет понятно, что туризм – это выезд в другую страну или местность, отличная от места постоянного жительства на срок менее года, с любой главной целью, кроме трудоустройства. Это определение, оно не только в Википедии существует, оно существует в учебниках по туризму, для вузов, то есть это общепринято. Короче говоря, если вы отправляетесь куда-либо не с целью заработать денег, в принципе, вы автоматически превращаетесь в туриста. Туризм различается… Так, да, хотел сразу задать вопрос. Кто из вас уже бывал в походе? Ну, чувак, тут все на самом деле уже свои. Серег, себе выручать придется меня в два раза больше, ребята по ходу дела пришли серьезные. Все туристы, все уже ездили куда-то, да, не с целью трудоустройства, на срок менее полугода. Жаль, то есть, видимо, я так понимаю, что более полугода человек уже превращается в беженца. Ну, соответственно, как бы туризм бывает, различается по цели поездки, по цели поездки бывает рекреационная, если вам надо просто отдохнуть, например, поваляться на берегу моря, если вам надо подлечиться лечебно-оздоровительной, познавательной, религиозной, экотуризм, если вы посещаете какие-то места, уголки нетронутой природы, не нарушая экосистему, изучаете, изучаете быт местных народов, ну и спортивный туризм. На самом деле, тот туризм, про который мы сейчас рассказываем, нельзя, ну, в полной мере назвать спортивным туризмом, потому что в Российской Федерации спортивный туризм является официальным видом спорта, и если вы спортивный турист, то вы зарабатываете разряды, вы можете стать, напомню, по-моему, мастером спорта сейчас можно стать? Даже можно чемпионом мира стать по туризму сейчас теоретически, потому что больше четырех стран участвует, соответственно, уже есть чемпионат мира. Это, по большей части, распространяется на страны СНГ, потому что за пределами стран СНГ нет такого вида спорта. Если вы чемпион мира по спортивному туризму, то, скорее всего, обозначает, что вы Украина, Беларусь, Россия, Казахстан. Да, да, да. Но на самом деле, то, чем вы занимаетесь, эти аудор-путешествия, они, философская подоплека всего этого, она лежит где-то вот в области спортивного туризма. И спортивный туризм, он различается по способу передвижения. Бывают пеший, горный, лыжный, водный, велотуризм, конный, автотуризм. Ну, если быть точным, как бывает пеший, горный, лыжный, водный, и те виды туризма во время передвижения, когда вы во время передвижения используете какие-то средства транспорта. Велотуризм, конный, автотуризм. И, кстати говоря, Федерация спортивного туризма России, орган, который администрирует, собственно, этот вид спорта. Там у них в уставе указано, что если появляются какие-то новые средства транспорта, то они могут добавлять новые виды туризма в реестр видов спортивного туризма. Да, это все вместе называется на средствах передвижения. На средствах передвижения, да. То есть если изобретут какое-то невероятное средство транспорта, то вполне может тоже стать видом спортивного туризма. Ну, самый простой, конечно, самый доступный для всех, у кого есть ноги, это пеший туризм. И по международной классификации бывает хайкинг, трекинг, бэкпэкинг. Хайкинг, если по-нашему это легкая прогулка по маркированному маршруту. Вот. Трекинг — это уже более серьезная прогулка по маркированному маршруту. Это когда уже есть какой-то фактор более-менее расчлененного рельефа или что-то такое. Несканочевок. Да, когда вы перемещаетесь, получается, от приюта к приюту, от гостевого дома к гостевому дому. Вот. И то, что у нас, в принципе, в России принято называть пешим туризмом за рубежом, называется бэкпэкинг. То есть, грубо говоря, когда вы снаряжаете большой рюкзак и отправляетесь в очень долгий автономный поход, у вас есть сова провиант на все время и так далее. Там поставил внизу звездочки, бывают некатегорийные, категорийные. Если говорить о спортивном туризме, то в спортивном туризме, как в виде спорта, бывают категории сложности. И даже то, что, как бы между собой называемый поход выходного дня, это тоже одна из категорий сложности в мире спортивного туризма. То есть, если вы хотите заниматься именно этим, как спортом, то вы можете заявить в свою группу, у вас будет в группе руководитель, минимум четыре человека, и сначала отправятся в поход выходного дня, потом вы отправитесь в некатегорийные какие-то пешки, потом начнутся уже категорийные походы. От первой категории сложности до шести. Почти во всех видах спортивного туризма шесть категорий сложности. Получается, что уже даже поход выходного дня по европейским меркам это так или иначе бэкпэкинг. И можно, например, получить значок «Турист России», если существует значок «Знаменитый альпинист», ну, раньше был альпинист СССР, сейчас альпинист России. Значок России вам нужно сходить сто километров пешком и не меньше шести раз переночевать в палатке. Вот это, собственно, на значок вам достаточно. Как ни странно, желающих получить значок «Туриста России» сильно меньше, чем получить значок «Альпиниста России». Ну, потому что это слишком такое очевидное достижение. Но при желании так тоже можно. Особенно в детских клубах вообще классно работает. Извините, это сто километров общий маршрут или за один? Нет, ну, общий. Это общая длина маршрут. А, так, у меня что-то сломалось. По идее-то нужно заявить в маршрутно-конфликационную комиссию в МКК. Да, давайте я тоже тогда стану ответом сам. Нормально сидишь, кстати, мне нравится. Такое, как место гуру как раз занимаешь. В маршрутно-конфликационную комиссию можно заявить по ходу выходного дня. Я лично это пару раз сделал. Очень странное занятие. Практически никто так не делает, потому что слишком много движений, бумажек там всяких. На самом деле это обычно делают в двух случаях. Если вы идете с детьми, и второй случай, когда вам нужно обучить нового руководителя, руководить командой, в том числе и детской, и ему сам процесс заполнения бумаг, разъяснений, куда вы идете, вот это вот прение по поводу защиты маршрута, они важны, тогда можно побаловаться и заявить маршрут выходного дня. Обычно так никто не делает. Ну, на самом деле мы как раз с Сергеем Сергеевичем ходили, заявляли его как руководителя, он собирал из нас команду, мы ходили как раз в 2006 году. А, на Урал, да. На Урал в город, да, для того, чтобы у него был опыт руководства какой-то группы. Ты перед этим, наверное, делал по ходу выходного дня? Да, да, да. Вот мы как раз добавлялись этим. Ну, правда, это лыжная была. Это лыжная была. Без разницы. Да. Вот. Ну, соответственно, там, если идете в пешку, там, первая категория 130 километров, шестая категория уже там более 300. Вот. Тут я такой слайд сделал про маркированный троп с инфраструктурой в мире. Ну, соответственно, для пеших походов есть очень много всего приспособленного. Тут сверхдлинные тропы. Меня немного ругали, что очень далеко от нашей реальности. У нас тут рядом под боком есть Ликийская тропа. Там, получается, у нас есть в России ребята развивают маркированный троп. Например, Красноярский хайкинг, вы уже слышали. Ну, здесь Апалачская тропа, одна из самых длинных в мире, да, 3500 км, одна из самых старых в Швеции, королевская тропа Кунгследен в Швеции, которая еще в конце 19 века была основана, заложена, промаркирована. Ну, вот. Или, например, вот в Штатах есть континентальная драздельная тропа длиной аж 5000 км. Ну, получается, на этих тропах есть гостевые дома. Вы можете, когда передвигаетесь пешком, можете ночевать как в кемпингах в этих гостевых домах. Можете в самих гостевых домах ночевать, что-то закупать, общаться. Ну, а можете, получается, и дикарем. Это уже зависит от вашего желания. Ну, в России по длине, к сожалению, пока не существует ни одной маркированной тропы, сравнимой с… Хотя площадь у нас позволяет отмаркировать тропы там. Ну, просто еще культура не дошла. Да, 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 да. Вот. Горный поход, да, такой вид горного туризма в очень-очень близком приближении, да, такой. Ты не видел такая страшная тут есть фотка? Нет, я в этой зале не был как раз. Вот, отлично, да, перелатерский, 3Б. Ну, 3Б, то есть 1А, 1Б, 2А, 2Б, всего 6 категорий сложностей. Круче, чем 3Б, не бывает. Почему я эту фотку сюда поставил? Потому что, на самом деле, в сознании людей трудно чувствуется разница между тем, что такое горный туризм и альпинизм. В очень близком приближении горный туризм – это пешка на высоте более 3000 метров, на самом деле. Но, скорее всего, вы будете использовать какие-то специальные технические средства для вашего передвижения. То есть это веревки, карабины, крюки, шлямбуры и все такое. И чем отличаются принципиально горный туризм и альпинизм? На самом деле, у нас в стране были искусственно разделены в конце 30-х годов по каким-то административно-политическим причинам, как раз в федерации туризма. И с тех пор горный туризм у нас – это целью альпинизма является восхождение на вершину горы. А если вы занимаетесь горным туризмом, то ваша главная цель – это перевалы, траверсы, хребтов. Из-за вот этого разделения часто бывало такое, что, например, горники брали вершину, и мы не засчитывали просто потому, что… Это не их дело, да? Это не их дело, да. Да, да. И этот искусственный запрет был снят только в 87-м году, но по инерции разница у нас существует между альпинизмом и горным туризмом. И вот эту фотографию с перевалом, неспроста я сюда поместил, чтобы было понятно, что на самом деле перевал выглядит так, что он не сильно далеко ушел от вершины. И, в принципе, это, по сути, является одним и тем же видом спорта. Вот. Водные походы – тоже один из видов туризма. Водный туризм – это сплав по рекам, в основном горным, на специально предназначенных судах. Сразу, чтобы было понятно, фотографии нескольких популярных судов. Да, тут у нас на правой половине кадра слева рафт, недавно попал к нам, немного нарушена логика повествования, я знаю, да? Как бы слева рафт попал к нам, к нам перекочевал с запада, рафт переводится с английского просто как плот. Это бескаркасное судно, оно в принципе… Ну, тарикапа, которым может перемещаться катамаран, для рафта уже практически непроходимой является, потому что у него такая довольно странная система управления. Там отклонились на один борт, отклонились на другой борт, его гнет, мнет. Байдарка каяк – популярная суда. Многие не понимают разницы между тем, что это такое. И на самом деле неспроста, потому что, по сути, байдарка каяк – это одно и то же. В английском языке и то, и то называется каяком. Вот, просто слово каяк в английский язык пришло от эскимосов, север, северной Америки. А к нам байдарка перекочевала от наших, получается, коренных народов севера. Это чукчи, алеуты, чукчи, коряки, 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 да. Ну, получается, в России по классике байдарка – это каркасное надувное судно, вот. И чаще всего не одноместное. А пластиковое судно, чаще одноместное, но не только одноместное, это каяк. И, конечно, одно из самых популярных судов для сплава – это катамаран. Вот справа классический катамаран-четверка. Слева специально поставил фотографию келяющегося катамарана, чтобы было понятно, что на самом деле это тоже… Чтобы было понятно, что если вы идете на реку в серьезную категорию сложности, келянуть катамаран – это не проблема, и будет не менее страшно, чем когда вы отправляетесь в горный поход. Я бы сказал, что это даже более страшно, на самом деле, потому что у вас степень взаимодействия и зависимости от стихии на воде намного выше, чем когда вы находитесь в горах. Потому что часто вы можете посмотреть на перевал и сказать «ну его нафиг», как бы, да? А иногда, находясь в струе, вы уже не можете принять другого решения, кроме как как бы просто двигаться. Порогу сложно сказать «ну его нафиг». На самом деле у нас был такой случай, тебя, кстати, не было тогда, когда просто отчаливаясь люди кельнулись, и самославом отправились в тот порог, единственный порог на реке, который надо было обнести, потому что явно он непроходимый. И они отправляли. И «ну его нафиг» совсем не получается сказать, надо вылавливать было. Все обошлось, но было стрёмно. В чем прелесть водных походов? Можно собрать что угодно, ну, условно, конечно, что угодно, но довольно большую массу, тут как бы уже не про легкоходство в больших количествах, в том числе пассажиров. Часто бывает, что на судне, ну, здесь не груженый катамаран на фотографии, но часто бывает, что на судне сидит человек, который на самом деле просто пассажирит. Он не гребет ничего на груди рюкзаков, или как запасной гребец, он меняется. То есть можно много с собой взять. И на самом деле из-за сложности заброски на удаленные реки водный поход часто может сочетаться с пешкой или даже с путешествием на вертолете, что нам тоже довелось проделать. Лыжные походы, да, тоже такая разновидность походов. Тут на фотографию такая многим неизвестная формация. Это палатка зима. Серега лучше знает, она шьется из парашютной ткани, да? Ну, на самом деле она шьется, ну, всегда шилась из дышащей ткани. Раньше в Советском Союзе нормальная техническая дышащая ткань это был тормозной парашют истребитель. Как ни странно, эту вещь можно было достать, а нормальной технической ткани нет. И до сих пор, например, там какая-нибудь питерские фирмы шьют из подобной ткани палатки. Ну, на самом деле редко, сейчас уже нелегко найти. Я вот искал. Ну, зима до сих пор делают, и это понятно, потому что в ней тепло, и это большие команды. А так сейчас, поскольку популяризируется, ну, вообще, в принципе, становится все больше и больше людей, которые ходят по двое, трое, четверо, то зима, она становится не так уже нужна и эффективна, как раньше. Ну, общая тенденция в туризме, то, что люди все больше приходят к соло, потому что там все больше продается одноместных палаток. Но классический зимний поход, он в палатке зима происходит. Многие не знают, поэтому вот эта фотография, как это устроено. Это шатер, в котором есть специальное отверстие для трубы. С собой берут печку складную, с собой берут телескопическую трубу, и ночью по очереди все ее топят. И, соответственно, начинаются все эти приколы зимнего похода. Кстати, вот она поставлена как раз на лыжной палке, на все подручные, там под нее селит еловый лапник. Ну, и, короче говоря, да, в зимнем походе появляется новый уровень сложности, то, что там, если вы в какой-нибудь летней пешке пришли, получается, в лагерь, поставили палатку, все, там, приготовили обед, можно отдыхать. А в зимнем походе начинаются новые приключения. То есть, если с вами, например, зима, нужно искать какую-то сушину, валить дерево, из нее готовить дрова. В принципе, приготовление пищи даже на горелке становится сложностью, потому что вы топите снег. И на самом деле это и плюс, и минус получается, что вода есть вообще везде. Вот, но эту воду гораздо дольше надо готовить при низких температурах. А если вы готовитесь на костре, то надо еще выкапывать костровую яму. Мы с собой для того, чтобы обеспечить дровами палатку зиму, брали бензопилу, масло для этой бензопилы какое-то. И, в принципе, она сама весит тоже очень много. И, как правило, один человек ее несет, и у него больше особнякового снаряжения нет. Ну да, и получается, что, во-первых, плотность снега в три раза ниже плотности воды, то есть вы тратите обычно в три-четыре раза больше топлива и времени, чтобы просто растопить себе воды. А еще, например, вот Паша перечислил вот эти все стадии, изготовки дров, топить, валить совершенно. Это одна из причин, по которым мы перестали ходить с палаткой зима. Потому что мы... Ну, то есть после того, как ты решил вот здесь заночевать, проходится еще, как правило, три с половиной, четыре часа до того момента, когда ты действительно влез в палатку и согрелся. Ну, вот сейчас... Ну, блюзда, надо учитывать, что это еще короткий с этого день. Там тебе надо как-то это все освещать. Начинаются, то есть, лайфхаки, взять с собой оргстекло, там, чтобы его как свечки расставлять, там, чтобы оно светило, так и ритуальное пламя, вот, чтобы было удобнее попилить там. Но в чем прелесть? Ну, тут сразу следующий кадр, как бы не обязательно ходить зимой. Легендарная палатка Хилиберг, вот. Ну, это на самом деле копия Хилиберга, да, это босковский... А, пардон, восток, ночь, похоже, да. Пардон, пардон. Вот, но... Есть очень много плюсов на самом деле. Ну, во-первых, то, что вы делаете воду и снега, позволяет вам остановиться вообще везде. То есть, в бесснежное время года вынуждены искать какие-то водоемы для того, чтобы обеспечить себе стоянку. Здесь, получается, везде, где есть снег, можно уже остановиться. И зимой высвечиваются очень-очень ярко, как бы, свойства характера людей, которые с вами идут. Нужно быть, получается, собранным, потому что от тебя зависит успех всей команды. Ну, там, от мелочей, что в снегу очень быстро все исчезает, можно очень быстро потерять какую-то очень нужную для всех вещь. До того, что если ты простудился, то тебя все вынуждены будут оттуда выносить там или лечить тебя, или... Или то и другое, да. Или все сразу, да. Требует какой-то мобилизации сил, потому что, если там летом могут люди каким-то образом наращивать уровень сложности, чтобы получить экстрим, зимой ты экстрим получаешь по умолчанию, потому что сразу уже холодно и поехали, да. Ты уже в экстриме, и дальше все уже как бы лирика. Вот. А, еще водоем подо льдом. Получается то, что летом непроходимая какая-то поверхность вроде реки или озера, зимой может быть, наоборот, самой удобной для прохождения поверхности. Вот. И у нас была такая традиция в команде, да, что в высококатегорийно... Водный поход. Водный поход не брали тех, кто не побывал зимним, потому что это было своего рода тестом на... Да, то есть не брали вводную четверку и выше в нашей команде, где мы тренируемся, в второклубе Жулебина, людей, которые не были в лыжном походе. Считалось, что недостаточно, ну, как бы, владеешь собой и способен сам за собой ухаживать в экстремальных условиях, если ты не был в лыжном походе. Была такая интересная штука, да. А, ну да, лопата. Да. Лопата тоже очень важная вещь, может пригодиться при очень разных вещах. Ну, как бы, от выкапывания костровой ямы расчищать что-либо и до похода в туалет. Вот. Строительство снежных стенок и так далее, да. Но, на самом деле, многие люди пугаются зимних походов лыжных, но если так посмотреть, то зимой бывает гораздо суше и комфортнее, чем, например, осенью где-нибудь на Западном Кавказе, где постоянно льет дождь, там ничего не горит, под ногами месиво. И согреться вообще очень тяжело где-либо, потому что постоянно мокрый. Тут все-таки как бы снег, он пока не растаял, он сухой. И это как бы дает какие-то карты в руки. Но плюс как бы возможность почувствовать себя полярником, вот такая дикая романтика. Многие люди очень за это любят зимние походы. Постоянно вот чувствуешь какое-то преодоление. Я читал, там суждение доходит вплоть до того, что мороз вызывает формирование в твоем организме каких-то особенных веществ, там, не знаю, гормоны счастья, эндорфины, там. На самом деле, да, есть такое, ну, как бы, довольно расхожее мнение, кстати, ну, чаще всего оно звучит от шведов и норвежцев. Ну, те часто по тундре ходят. И там, на самом деле, ты когда идешь несколько дней в условиях плохой видимости, ну, хотя бы вот такой. Здесь хотя бы палатка яркая, а мы как-то пару раз ходили, у нас был рекорд, мы четыре дня не видели ничего, шли только по GPS. То есть видно носки, лыж и все. А поскольку мы шли там плюс-минус озера, тундра, там перепады небольшие, ты идешь в космосе. И первый меняется не потому, что он тропит снег, ну, снег там плотный, а потому что у него крыша съезжает. Реально, вот если вы там полтора часа, ты идешь как бы в мутную такую тьму, вот. Потом меняешься, и у тебя хотя бы там, я оранжевые лыжи твоего товарища, там, какие-то новые ориентиры в пространстве возникают, да. Это по типу, почему там в Норильске дома в красный цвет красят, да? Да-да-да, вот именно поэтому, да. И да, и говорят, что, вот шведы, кстати, с норвежцами любят, говорят, что да, действительно, типа, в холод там, и вот в такие вот условия возникает. Да, как это, сенсорная депривация, короче говоря, возникает. Новый уровень прозрения. У вас так не только лучше? Ну, я вот, ну, на Кольском один раз напрыглись тогда. Мне кажется, уже просто не отпускаюсь с тех пор. Да, да, может быть, я уже не замечаю. Велопоход, ну, вот, как пример, один из поход на средствах транспорта, да, велосипед. В нас в настоящее время все больше популярность набирает, в принципе, велосипед везде, как бы, в городе, и в качестве средств передвижения в походах. Тут как бы возникает, ну, во-первых, как бы велосипедист видит, успевает увидеть гораздо больше. Правда, я на самом деле не велопоходник, мне кажется, еще при этом и меньше запомнить, потому что все мимо мелькает, да. Вот, но, в принципе, преодолевает большее расстояние, возникают новые факторы, такие как то, что уже не вес, как бы, имеет большое значение, например, компактность снаряжения, потому что велосипед распределяет вес. И, но, но у него ограниченная площадь. И тут вот на фотографии Валерий Рогозин, да, у него есть видео, по-моему, как раз, да, на тему вот этого вот. Ну, да, он пытался совершить очень длительное, ну, он совершил очень длительное путешествие, там, несколько месяцев он ездил на велики по Средней Азии, по Монголии, но он в итоге свой очень амбициозный план не до конца выполнил, потому что ему не повезло, и он там несколько раз попадал в песчаные бури такого масштаба, что это было уже небезопасно для жизни. Ну, то есть он вместо путешествия начал заниматься выживанием там уже неделю. А вот формат байкпекинга, да, то есть когда у вас ультралегкий комплект висит на велике, и это в основном, ну, не только на самом деле, как ни странно, это возникло из-за сверхдлинных гонок на велосипеде, но сейчас популярнее всего для похода выходного дня. Вот этот формат сейчас, конечно, ну, не знаю, десятикратно вырос, наверное, за последние два года, вот, становится все популярнее. А, ну, и тут я как бы от себя добавил, да, это уже не относится к туризму на самом деле, но, как говорится, по вопросам радиослушателей, вот, ходили с ребятами по ходу выходного дня там, да, и спрашивали, кто, откуда. Многие не знают, что есть люди, которые занимаются аутдором регулярно, так сказать, по долгу службы, и для них это уже как бы не способ как-то вот оторваться от города, который надоел там, или от цивилизации, а им уже приходится в этом жить, и они могут до полугода проводить в условиях на открытом воздухе, да, и как бы в этой среде это называется аутдор, переводится на русский как поле, полевые работники. И есть географы, геологи, биологи, пищеведы, геодезисты, люди, которые постоянно занимаются аутдором, потому что они занимаются сбором данных каких-то в, собственно, полевых условиях, да. Те, кто что-то строит, те, кто занимаются наукой, да. Вот тут на фотографии мой друг Илюший Шеркунов добывает образцы обнаженных скальных пород для исследования механизмов процессов ветривания в Восточной Антарктиде. Я на самом деле у него спрашивал фотографию палатки, как она там стоит в Антарктиде. Он мне прислал там огромное вот это вот поле, и какая-то она вот такая, я просто решил, ладно, да. И от себя еще тоже пару фоток. Ну, как бы то, что я тут, когда готовился к летцу, пытался как-то пришить к этому какую-то философию, но в итоге отказался от этого, что географы на самом деле во многом двигают туризм, и наоборот, и часто люди как бы перемещаются из одной сферы в другую. И с детства, ну, для нас вообще туризм начался, в принципе, с географии. С географией, да. И Серега, например, учителем по географии много лет работал, да, сотрудник института географии там, и вот. На самом деле сейчас еще очень популярно даже вот, ну, как бы, часто, ну, чисто спортивный поход, он людям не интересен, потому что, ну, не всем интересен спорт, да. И сейчас очень большое направление, это такой исследовательский туризм, например, есть такая компания, там, Russian Travel Geek, или, ну, там их много подобных, на самом деле, по миру, когда собирают группы, они идут в какой-то интересный район, найдут спортивный маршрут, а заодно им выдает какое-то, ну, посильное для непрофессионалов научное задание в стиле сбора образцов. И люди становятся причастны к большому делу, как бы, к научному. Вот. Есть такая штука, и, например, вот наши партнеры, компания Ferino итальянская, вот у них самый большой проект этого года, они исследуют деградацию ледников в Альпах. Этим занимаются спортсмены, ну, потому что, на самом деле, площадь огромная, это миллионы квадратных километров, это занимается, ну, централизованная команда, плюс волонтеры, которых Ferino спонсирует снаряжением, и они занимаются сбором образцов, фотографиями, просто GPS гуляет по краю ледника, ну, то есть для этого не надо быть ученым. И при этом вот аудор сливается с наукой. Ну, да, и вообще это общая тенденция сейчас. Вот, ладно, следующий кадр такой, немного авангардный, вот, это называется экибана, там, в верхнем правом углу, огромная яма, которую мы выкопали, 4-метровая. Ты, кстати, наверное, даже не видел еще, да, до сих пор? Для того, чтобы познать, как устроен покровный суглинок в Ярославской области. Вот, но на самом деле, вот, даже на эту яму проезжало очень много людей, которые, по сути, географами не являются, которым просто это интересно. И если вы отправляетесь в путешествие, вы так или иначе приближаетесь к этому. Вы географ хотя бы потому, что уже смотрите прогноз погоды, вы исследователь, вы смотрите в карту, и это действительно так. Есть такая дисциплина, которая занимается изучением земли. Земли и, как бы… Ну, да, вы, собственно, пользуетесь для путешествия географическими методами. И вот эта вот общая тенденция, там, быть поближе к земле для людей в наше время, она, как бы, вот, в принципе, выражает ваше приближение к науке тоже, я считаю. Ну, это уже мое, как бы, личное мнение, может кидать меня камни, да, и плюс я отвечаю на вопрос, кто такой, откуда взялся. Вот, и еще один кадр, как бы, наш быт. Таня, Паша и костер. Зачем ходить в походы, собственно, да, теперь? Ну, это хороший способ сменить обстановку, потому что вдохновение рождается, когда вы перестаете бегать по кругу, многим надоедает город, хотят побывать на природе, собственно, общение с природой. И когда вы отправляетесь в поход, у вас появляется возможность по-новому взглянуть на обыденные вещи из себя самого. Что это значит? То, что там в городе у вас могут быть какие-то очень серьезные сложности, какие-то психологические, моральные проблемы. Когда вы оказываетесь на свежем воздухе, все сводится до обеспечения собственной жизнедеятельности. И это, на самом деле, по сути, основное предназначение человека. Рожечь костер, приготовить еду, обеспечить теплый ночлег, увидеть новые места. У вас вот эти все, весь социальный налет, который нам мешает жить, он автоматически исчезает, потому что, ну, там исчезает давление общества, во-первых, потому что его нет рядом, в принципе. Даже ваша небольшая команда, или даже большая команда, мы ходили командами по 60 человек. Все равно это ощущение совсем другое, чем когда ты едешь там в 27-м троллейбусе в 8 утра там. Да, и вот именно вот этот вот отрыв от условностей, именно условностей общества, не то, что теперь можно все что угодно делать, а в том, что на тебя не давит рамки, оно именно и разгружает голову. Твои школьники, да, самые лучшие, они тоже здесь проявлялись, да? Получалось, что когда собирал команду школьную, меня обычно зал очень спрашивал, уверен ли я, что я хочу взять этих людей. Ну, потому что часто это бывали всякие раздолбаи там разного сорта. И оказываясь в неформальной обстановке, в тех условиях, где им не нужно, не знаю, вовремя сдавать контурные карты, там учить формулы какие-то, они оказывались совершенно нормальными ребятами. Просто у всех разный тип, ну, как сказать, у всех разные предрасположенности. Они оказываются, что они очень надежные, крепкие друзья, они могут все делать, они адекватные, намного чаще, намного адекватнее людей с академическим строем ума и так далее. Ну, да, вдруг познаются в беде, да, упрощенно. Вот, ну да, и если бы мы с вами общались, наверное, в неформальной обстановке сейчас, да, было бы это даже проще все рассказать, потому что под прицелом видеокамеры, да, несложно. Если бы мы сидели у костра, я думаю, общение бы текло проще. Как бы все это для этого и нужно. Физическая нагрузка, можно больше специально не устраивать себе пробежку, все превращается в физическую нагрузку. Подъем в горы, спуск, в горку спуск с горы, просто передвижение, приготовление еды, постановка лагеря. Так или иначе приходится двигаться. Вот. Ну и, конечно, если все это венчает удовлетворение спортивных амбиций. То есть, если вы действительно спортивный турист, или, например, вот как перед нами выступал человек, да? Яша, да. Да. То есть, еще возможность удовлетворить какие-то спортивные амбиции, преодолеть себя, это тоже. На самом деле, вот сейчас удовлетворение спортивных амбиций часто ставится первым, да? То есть, ну и на самом деле, в том числе и засилие социальных сетей. То есть, ты как бы в Инстаграме должен выглядеть круто, да? Стильно, быстро, ярко, жестко, кому как нравится. И, соответственно, смещение приоритетов в спорт, оно часто приводит к двум вещам. Во-первых, люди пытаются исполнить какие-то маршруты и нагрузка, которая им недоступна просто по причине того, что они не имеют возможности тренироваться. А вторая вещь, это, к сожалению, то, что часто это приводит к травмам. Ну, в лучшем случае, то, что человек заплатил денег, пошел с коммерческой командой, первый раз одев рюкзак куда-нибудь, типа, на пик Ленина, и остался жить на Луковой поляне, а все пошли наверх, там, на ледник, да? А в худшем случае, человек где-нибудь ушатался на ровном месте. Я сейчас, вот, сколько там, сегодня, да, третий день в городе, да? Я три недели был в горах, и в этом году из-за того, что закрылись границы, куча народу поехала в горы, причем методом ориентирования по мэпс-ми. Да, то есть, о, тропа, пойдем, там женщины на каблуках, там, я не шучу совершенно. Да, люди вообще не понимают, как двигаться, они не понимают, что в этом году в Архизе был самый популярный вопрос, сколько ехать до Софийских озер, а до Софийских озер нельзя доехать, можно только шесть часов пешком от Софийской поляны там подняться по тропе с перепадом 1100 метров. Народ реально приезжал туда, ну, то есть, вот, как сказать, слава богу, никто не умер в этом сезоне, по крайней мере, в этом регионе, да? Ну, вот, к спортивной амбициям, да, опасная штука. Тут… Да, 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 ты еще последняя капля в область фила. В чем смысл этого слайда? Сейчас, он посмеется чуть-чуть. Два хэштега, бушкрафт, сувайвл, да? Да, простой парень из Калифорнии, сели мы посмотреть, сколькими способами можно поставить тент. Почему, что такое спортивный туризм, зачем он нужен? Если собираетесь отправиться в поход, лучше обратиться к спортивным туристам за советом, чем к простому парню из Ютуба, из Калифорнии, потому что мы смотрим, он одним способом вешает тент, другим, такие… Что-то странное, да? Да. Он все время ложится на мусорный пакет спать. Вот. Так делать не надо, да? Да, простой парень из Ютуба неправ. Поэтому, как бы, тоже веяние времени, да, все узнается из Ютуба, Инстаграма. И даже я до какого-то момента смотрел, такой думаю, тент, тент, что-то идет, мусорный пакет, там нужно пенку положить, ну, понимаете, да? Сейчас расскажем. Что мешает пойти в поход? Прости. Нет. Нет информации. Ну, кстати, тут уже, я так понимаю, большинство были, да, неспроста все оказались, нет информации, поэтому, собственно, существует Викторий, клуб путешественников, нет подходящей компании. Как раз собираем ее. Нет снаряжения. Если кто-то с нами собирается пойти в поход выходного дня в следующее воскресенье. Да, мы выдаем комплект. Собственно, одна из задач, чтобы человек со снаряжением попробовал походить. Да, собственно, если нет опыта походов, будет. Если нет времени, можно сходить одним днем, хотя бы просто прогуляться по лесу, как-то познакомиться, пообщаться с природой. Снять психологический барьер. Повникать. Для тех, кто не ходил. И пример супергероев, да, если там видели, как Бэр Гриллс вскрывает тушу оленя, вытаскивает свою внутренность, ложится в него спать, многих это пугает, и они думают, нет, в лес я не пойду, я так не могу, это слишком для меня, жрать червей не буду. Нет, на самом-то деле суть в том, что сейчас раньше, как ты узнавал о спортивном туризме, ты шел в местную библиотеку, если не имел контакта с турклубом, и мог почитать что-нибудь умное. А сейчас, если ты пишешь, как сходить в поход там, или как собрать рюкзак, часто, ну, какое видео самое привлекательное, где много экшена, где много странных вещей происходит, оно часто специально так снимается, да, и суть в том, что действительно возникают странные ориентиры, скажем так, в том числе потому, что это просто снято как развлекательное видео, чтобы, ну, в электричке пока едешь посмотреть, а народ это начинает воспринимать как учебное пособие. Ну, кстати, тот же Вайр Гриллс, по-моему, да, он с группой там со съемочной командой ходит. Ну, естественно, конечно. Это геройство. Вот. Объективные опасности в походе. Травмы, ожоги, пищевое отравление, переохлаждение, тепловой удар, конфликт с местным населением и коллегами, такими же, как вы, путешественниками, возможность заблудиться и встреча с опасными животными. Да, причем они там были ранжированы именно в порядке... А, да, ну, что чаще всего случается. Да, да. Соответственно, травмы, да. Ну, самое главное, если у вас какие-то заболевания есть, хронические или просто какие-то заболевания, нужно об этом обязательно сообщить тем, кто с вами идет, чтобы, если вдруг с вами что-то случится, люди знали, что делать. Это очень важно. Вот. То есть делегировать другим заботу о вас. Да, делегировать другим заботу о вас. Выбирать маршруты по силам и постепенно наращивать сложности продолжительности. Ну, тут говорю, ты вроде с нами-то не ездил, у нас на Замурине, а, на Океа, да, был случай, когда ребята сходили в Карелию, там один раз плавились на катамаране по Паньгоме там или, может быть, по Керите, почувствовали суперсилу, приехали на речку четверку-пятерку и на вертолете увозили женщину как бы с позвоночником. Как раз потому, что люди не постепенно наращивали сложности. На самом деле тоже получается теория спортивного туризма, тут неспроста так, да, кстати, не рассказал, получается, если вы занимаетесь спортивным туризмом, то вы не можете попасть в пятерку, если вы не были до этого в четверке, если вы не были до этого в пятерке, да, и не руководили четверкой. Ну, на самом деле... А, нет, нет, руководство... Это другое, да. На самом деле суть в том, что она и сейчас существует, существовала конкретная система советская по подготовке, ну, как сказать, по подготовке туриста. Вот. В ней были вот эти ступени, и с одной стороны, на самом деле, вот я по прошествии лет, я много лет в этой системе в это играл, я понимаю, что она, ну, сдерживает развитие, потому что когда ты начинаешь категории мыслить, ты начинаешь маршрут составлять, как бы, ну, искусственно, природа... Спортсмен, искусственно наращиваешь сложность. Да, природа, она не вся. 1B, 2А, там, траверсы и так далее, да? Она какая-то, ну, другая, да? Логика маршрута может противоречить своим... Ну, то есть, интересное место может быть в неспортивном месте, и туда, например, часто не ходят. Так бывает. Но, с другой стороны, вот эта система, она позволяла людям более безопасно находиться на природе и быть более адекватным. А самое главное, что человек приходил в другой, там, переезжал в другой город, еще куда-то, у нее с собой пачка справа к об опыте, да? И вступая в другой турклуб, он всем мог это показать, и было понятно, что человек умеет. Сейчас бедная гида коммерческих групп, у меня сейчас подруга в Архизе, она живет там и работает. И они в этом году наблюдали, ну, как бы потом весело вспомнить, но как бы по факту не весело, когда это... Ну, то есть, разница в опыте людей, которые говорят, я 10 лет хожу в горы, под этой фразой может подразумеваться очень разной вещью. Вот. И, ну, сейчас как бы в разряду уже все меньше играют. Ну, да, и тут, кстати, еще есть такой момент, что все-таки тургруппа, она же не может из одного человека состоять. На самом деле, соло, оно противоречит технике безопасности, потому что из того, что случится, то все. Вот. Тут минимум четверо. Ну, соответственно, надо наращивать опыт, мы уже, получается, об этом как раз поговорили, да? Следите за собой, если что-то болит, если, ну, в принципе... Короче говоря, нужно внимательно следить за собой, чтобы не дать развиться каким-то болезням или чему-то подобному. Выбирать правильное снаряжение и сохранять его исправность и не пренебрежать чужим опытом. Учиться, получается, на чужих ошибках, там, если знаете, что вот в этом регионе, куда вы отправляетесь, часто вот, часто проблема бывает такая, это нужно учитывать, нужно побольше узнавать вообще перед поездкой о таких вещах. Да, особенно если вы отправляетесь в межсезонье, часто бывает так, что возникают те условия, которых вы совсем не ожидали. Или, например, поскольку вот к нам приходят, ну, мы на весь мир собираем группы, да, куда только люди не ходят, у нас самое популярное заблуждение у людей, когда они идут на Килиманджаро в Африку, что там будет жарко, вообще не протолкнуться просто, и невозможно объяснить человеку, что спальник на минус 20, там будет самое оно, потому что ты, ну, начинаешь практически с уровня моря, а заканчиваешь выше 5000 метров, и в том числе за счет контраста и джунглей, и вот, и за короткий срок ты начинаешь очень сильно мерзнуть при нагрузке. Ну, короче говоря, вот чужой опыт, сейчас не модно принимать чужой опыт, сейчас модно как бы набивать шишки самому и снимать это в Ютьюбе. Вот. Нужно пить много воды. О чем речь? Если вы уже захотели пить, на самом деле это обозначает то, что у вас организм критически обезвожен, и он требует, собственно, быстро пополнять запас воды, да? Нужно пить воду постоянно, чтобы не чувствовать жажду. Потихоньку-потихоньку, потому что ваша работоспособность очень сильно снижается, если организм обезвожен. Нужно почаще останавливаться, давать себя отдыхать тоже как бы. Ну, в общем и целом, тут красной линией через всю лекцию проходит идея того, что не стоит геройствовать, нужно отдыхать. Очень важно постепенно набирать высоту в горах. Ну да, обычно. То, что там у меня короткий отпуск, я быстро взлетаю на вершину, потому что мне надо успеть взять все вершины. К сожалению, это неправильно и может закончиться крайне печально, потому что горная болезнь – это не шутка. Гипоксия. У человека на высоте случается гипоксия из-за недостатки кислорода. Соответственно, чем выше, тем более разреженный воздух, ниже давление, меньше кислорода. И очень серьезная вещь. Ну да, вплоть до отека легких или мужа. Вплоть до даже долетал, да? Сколько по вашей экспертной оценке в сутки нормальный набор при условии ночёпсии? То есть вниз? По классике 800 метров? Ну, вообще, по классике 800-1000. Вот. Значит, ну, на самом деле… 500-500 на 1000 спустился. Понятно, что чем медленнее, тем лучше. Но иногда, например, район этого не позволяет. Скажем, если вы вот… Ну вот, я сейчас ходил на Кавказ, там, первый перевал, я в первый день сделал 1400 метров. Вот. Сочевал там? Нет, плюс 1400, минус 1400 я сходил. Лучше так не делать, кстати. И один ещё, к тому же. Вот. К тому, что… Да-да, всё, нарушил всё правило, да. Просто, во-первых, разные районы, то есть, например, акклиматизация в Гималаях намного жёстче, чем акклиматизация в Карпатах. Или, например, Теньшань сильно мягче, чем Кавказ. Вы на Теньшане на высоте 4000 метров чувствуете себя, как на 2500 на Кавказе. На 4000 на Кавказе вас уже начинает… любому человеку он чувствует, как бы, что-то не так. На 4000 на Теньшане ты в целом себя, ну, довольно комфортно чувствуешь. Вот. Ну, и зависит от опыта группы, да. В Заполярье акклиматизация ещё жёстче. То есть, на самом деле, так Заполярье довольно повезло, что там нет восьмитысячников, да. А есть такая гора Маккинли, да, в США. Она… Ну, как бы не самая высокая, но она очень близкая… 5600. Да, за полярным кругом находится практически. И там за счёт холода, за счёт вот другой вот это парциальное давление газов там при низкой температуре, короче говоря, акклиматизация там тоже очень жёсткая. Вот. На самом деле, в Советском Союзе один из самых жёстких пиков для акклиматизации это Эльбрус. на Эльбрусе зимнем готовились на напурну советской команды. А сейчас сюда бегают коммерческие группы, ну, или пытаются бегать, ползают. Вот. Так что, вот. Ну, средняя норма где-то 800 метров между ночёвками. Переодеваться под погоду во время движения, да, не давать себе замёрзнуть, не давать себе вспотеть. И вообще одеваться нужно слоями, да. Есть целая теория слоёв. В принципе, как меня учили, это называется как луковица, да. Чтобы вы могли снять верхнюю одежду, вам стало прохладнее, одеть, не приходилось радикально переодеваться. Вот твоя тема про шведов и носки, как бы, да, менять носки, заклеивать ноги сразу при возникновении дискомфорта, потому что ноги это самое главное, соответственно, вы же идёте, да, то есть только не вода. Да. Ну, там, я думаю, тоже ничего хорошего не получится. Вот. Шведов, да, заклеиваю ноги сразу. Есть, да, есть с ней, ну, ребята, действительно, ну, в Швеции, в том числе. Мы видим, ты уже знаешь, где у тебя. У них массовая практика, есть там, короче говоря, вот этот вот крест, да, ну, покажу на локте, понятно, что вдоль ахилла, вдоль пятки и поперёк, вот здесь вот, вот эта вот зона, которая чаще всего натирает, они этот крест сразу клеят, перед походом, и всё, типа, превентивно, а дальше разберёмся. Сам заклеиваешь ноги сразу? Ну, иногда, я, кстати, вот на этот маршрут заклеивал. Начал, да, практиковать. Я через час после старта начну. Понятно. Не игнорируешь личную гигиену, чистить зубы по утрам, обязательно, да. Ну, кстати говоря, насчёт личной гигиены в лыжном походе, то есть пришло в голову, там наоборот, имеет смысл не мыться, не умывать лицо, по крайней мере, потому что может обветрить моментально, вот это, естественно, не так часто, жировое покрытие, его надо беречь. Вот. Правильно собирать рюкзак, вот понятие входит во многом как бы не делать его слишком тяжёлым и правильно внутри рюкзака распределять вес. Сам рюкзак должен быть правильно выбран. А лучший рюкзак – это тот, который на вас лучше всего сидит. Да. Вот. И то, что в наше время вообще редко делается, да, это дневка. Дневка, потому что нужно восстанавливать силы, и плюс как бы хороший шанс полюбоваться природой всегда – это дневка. Но во времена, когда у людей короткий отпуск, нужно успеть побольше, дневка, но уже никто не страдает. И ещё часто люди путают дневку с запасным днём. То есть запасной день даёт вам возможность в аварийной ситуации, плохой погоде и так далее выйти просто куда-то, а дневка – это запланированный день отдыха. Люди часто смешивают это. Типа, ну, если будет нормальная погода, мы там откиснем на поляне. И в итоге, ну, в лучшем случае вы режете маршрут, в худшем случае вы там опаздываете на поезд, на самолёт, там куда-нибудь не выходите в контрольные сроки, ну и так далее. Это тоже популярная сейчас штука. Как не отравиться? Мыть руки. Ну, на самом деле, это всегда уместно, да. Мыть посуду. Посуду в походе мыть легче, потому что грязная посуда в рюкзаке не очень приятная. Вот. Её хочется помыть. Не пить из ненадёжных источников. На самом деле, ненадёжные источники все, кроме… Кроме родников там каких-то, да? Да и родники ненадёжный источник. Что там у тебя? Фильтр. Фильтр. А, во, фильтр, отлично, да. Кипятить воду, пользуясь фильтрами. Сейчас Серёжа покажет фильтр. Ну, они разные бывают, да? Аккуратно выбирать рацион питания, это обозначает то, что не нужно начинать кушать то, что вы обычно не едите. Люди для того, чтобы там, например, начать есть более калорийную пищу, походят, начинают, например, есть сало, при том, что они вегетарианцы, там, и это может, организм может не принять этот момент. Или наоборот, начинают есть соевый фарш, при том, что они его никогда не готовили. Ну, вот, например, нужно рацион питания подбирать такой, похожий на тот, который у вас обычно в обыденной жизни. И, ну, вот фильтры, например, да, то есть, бутылка мягкая, собственно, фильтр, вот он, свои изручья налили, закрыли и напрямую пьете. Вот напряжение, они по-честному, например, КТ-1 на этом, ну, у них разные есть фильтры, вот на этом по-честному пишут, что он защищает от вирусов, вот, но, например, там, в Среднегорье, в Высокогорье, где главная проблема от бактерий, которые находятся, так сказать, в памяти скота, а скот там везде выпасают, не, сложно найти место, где не гуляло, там, стадо овец или коров, да, соответственно, такую воду, причем вы ее можете и фильтровать, и кипятить, тогда эффект многократно увеличивается, вот. А, ну, вот ты говорил как раз про места выпаса скота, да, не ставить посуду на траву в местах выпаса скота, кстати говоря, не стоит посуду оставлять вообще в принципе на земле во время ночевки, например, потому что какие-то животные могут с ней контактировать, пока вы спите, там, мыши, да. Ну, летучие это экзотика, а обычные такие пешеходные вполне могут... Ну да, летучие это прямо вообще. Еще они выпьют кровь из вашей посуды. Не, ну, это если в Индонезии где-нибудь вы там, не знаю, или в Таиланде в пещере ночуете. Нет, на самом деле, обычные же грузуны, они переводят, переносят, ну, как минимум, бешенство. Да, бешенство не обязательно, чтобы вас кусали достаточно слюны. Они там полизали в вашу миску перед сном, ну, и как бы с утра вы из нее едите. Отправляясь в какую-то другую страну, нужно заранее выяснить все местные законы, причем как писанные, так и не писанные. Нужно правильно соблюдать визовый режим, выяснять все заранее, не нарушать границы правил заповедных территорий. Если вам там повезло, вы оказались на американской аппалаческой тропе, то она там в октябре закрывается, не стоит пытаться по ней ходить зимой. Короче говоря, может возникнуть международный конфликт. Ничего хорошего международного конфликта нет. Ну, не писанные законы сюда, понятно, яркий пример, это какие-нибудь мусульманские страны, где девочка в мини-юбке, там, в общественном заведении может вызывать неожиданную реакцию. Ну, и мальчиков в коротких шортах. И когда отправляетесь в какие-то такие страны, лучше заранее вообще побольше узнавать, быть географом, побольше узнавать о культуре местного населения и использовать это в свою пользу. Соответственно, да, когда организуете ночевку, лучше быть подальше от населенных пунктов, причем, ну, это не обозначает то, что, ну, местное население обязательно агрессивно или как-то негативно к вам настроено, просто, если вы сокращаете этот контакт до минимума, то, то, то меньше вообще, меньше, меньше вариантов попасть на конфликт. Да. Кстати, там в начале, да, лекция была, что конфликты возникают еще и не только с местным населением, но и с другими туристами. Например, это может быть связано с тем, что там какая-то местность и на которой очень редкие места ночевок, какая-то ночевка, уже занята, да? Ну, да, часто бывает так, что там, это был пример, как кто-то подрался, да? Ну, вообще, на самом деле, мы пару, нет, сейчас это в меньшей степени, но раньше, вот там, начали 2000-х годов, в конце 90-х, это классика, когда сразу выясняется с какого-то города, поскольку я в Москве с уже, да, но если ты москвич, то это уже повод как бы отхватить с той же, да, москвичи из толпы выделяется разноцветная одежда, потому что обычно те, кто там не из Москвы, они одет примерно там серо-зеленые тона, да, причем, да, кстати, ну, вот по поводу разноцветности действительно тенденция сохраняется, вот, как, ну, как бы, человек, который занимается за губкой, лучше всех это знать, про разноцветность, нет, еще бывает, ну, просто бывает, ну, есть, ну, те же самые ограниченные ночевки, просто считается понятно, что если ты уже приплыл на это место, река течет, ты уже никуда не денешься, да, или пришел в горах под перевал, там уже стоят люди, ну, ты спроси просто для интереса, можно ли с вами встать, никто не скажет нет, потому что, во-первых, нет другого варианта, а во-вторых, не принято так делать, но это считается элементом вежливости, ну, как бы, это хорошо. Позитивный настрой, уверенность в себе, ну, паника, соответственно, да, вообще, ничего хорошего от паники в жизни нет, нужно сохранить спокойствие, улыбаться и думать, что делать дальше, если происходит что-то конфликтное. Как не заблудиться? Научиться работать с разными типами картографической информации, ну, там дальше, на самом деле, буду рассказывать про карты, хотя у нас осталось, конечно, 15 минут, да, не знаю, сейчас посмотрим, на более долгий срок. Компас, тренироваться во время похода выходного дня, соревнования, прогулок по парку, сейчас для всех парков Москвы есть карта спортивного ориентирования, можно свой скилл нарастить при помощи этого. GPS, GPS работает лучше, чем мобильник, потому что… Ну и качество приема выше, он не зависит от мобильной сети, а самое главное, вы в нем можете создавать, ну, то есть, в него, возможно, залить там многослойные карты и так далее. На самом деле, мобильный телефон сейчас тоже хорошо в горах работает, так-то, если по-честному, но поскольку качество картографии зависит, ну, все, все мобильные ресурсы, они сделаны по принципу тепловых карт. То есть, человек ходит, да, его трек в облако выгружается, а потом программа автоматически считает это тропой. Не часто там, где ходят люди по одной и той же линии, тропы там нет радикально совершенно, потому что сейчас в Архизе, например, тропами обозначены линии движения с перевалов там 2А и 2Б, тропы там нет. Вот, просто там, ну, негде больше спуститься и программа это формирует как карту. Ну, то есть, GPS, много еще чего не имеет. Тут, кстати, интересный момент, фотографию ключевых ориентиров, помню, ребята какие-то смеялись над этим пунктом был взял. Очень важный момент, особенно если вы в горы, здесь, например, вы перевал не можете как бы по виду сверху узнать там, да, не по карте, не по спутнику, но если вы видели фотографию этого перевала, если она у вас есть с собой, то вы его как бы не перепутаете. Фотография точно важный момент. Ну, да, и чем сложнее перевал, тем чаще для него фотографии важнее, чем собственно карта. Причем это испокон веков как бы так делается, всегда с собой берут фотографию ключевых ориентиров. не замерзнуть, не знаю, может как-нибудь промотать, я думаю, на самом деле, ты имеешь в виду пока... Да, да, ага, ну, видимо, важно, да? Нет, да, давай вот как раз вот эту часть, а если останется, ну, да, давай. Ну, соответственно, если отправляешься в поход первый раз, лучше попробовать летом, лучше не с зимы начинать, да, и лучше в каком-то теплом районе. Адекватно подбираете одежду, обувь, опять же, переодеваетесь на маршруте, то есть не потеем, не мерзнем. Спальник следует брать с небольшим запасом по температуре комфорта, но с небольшим, но с запасом. То есть, если возьмете впритык, может случиться какой-то форс-мажор, замерзнете, или еще просто понимаете плохо свою физиологию. если чуть-чуть будет теплее, чем надо, ничего страшного в этом нет. Ну, вот на спальнике есть три цифры. А, да, экстрим. Хотя вроде 21 век, что по идее все должны знать, но тем не менее. Есть три цифры. Температура комфорта, температура лимита и температура экстрима. Да, все смотрят на экстрим, да? Да. Часто, ну, вообще в 80% случаев в названии спальника средняя температура, температура лимит комфорт. Часто, особенно отечественные фирмы и китайские, любители ставить температуру экстремальную. Вот. Что эти цифры значат? Температура комфорта это когда человек спит и не просыпается от холода в течение 8 часов. Ну, то есть, как дома. Температура лимита это когда в течение 6 часов человек 2-3 раза может проснуться и согреться из-за того, что дрожит, снова уснуть в такое полубессознательное состояние. Это когда вам прохладно на даче. Да? А температура экстрима это как шутят туристы, это когда обледеневает манекен. То есть, это температура, ну, как описывается это состояние. Человек в течение 5-6 часов испытывает перехлаждение и находится на грани смерти от низкой температуры. То есть, если вы такая, Есть вариант, что вы останетесь живым. Да, да, да. То есть, вы такие, ага. Вот эта штука на минус 8. Вот в минус 8 будет прям очень плохо. То есть, выбирайте, особенно девушки. Девушки больше мерзнут, чем меньше масса тела, и у девушки там соотношение массы к площади менее оптимальное, поэтому женщины больше мерзнут. Поэтому, собственно, женские спальники больше утеплены, чем мужские, кстати, и ростовки меньше. Поэтому берите лучше. Вы можете взять женский спальник, да? Да, если влезешь. Чуть-чуть потеплее. Чуть-чуть потеплее. Тоже очень важный лайфхак брать отдельный комплект термобелья для сна, который вы не носите, когда идете. Он всегда сухой, готовый, как бы. Ну да. Ну вот он, собственно. А, да, кстати. Ну вот, типа, низ термобелья, верх термобелья, да? То есть, это то, что используется для ночевки. И вот, кстати, что лучше синтетика или шерсти? Вот я, у меня верх шерсти, не синтетика. Кому очень нравится, кто-то делает наоборот. Истинно, где-то посередине. Да. Вот. Главная штука, что не то, что вы пытаетесь искусственно утеплить свой спальник, а то, что у вас есть абсолютно сухие вещи, в которых вы всегда спите. И плюс, на самом деле, это возможность влезть в чистые на ночь. Тоже бывает приятно. Шапка, причем, да, еще. Ночевать следует в шапке. Да, причем практически независимо от сезона. Да, всегда. Лет, зимой. Ну, наверное, в 30 можно и без шапки все-таки переночевать. Плюс. В банный. Да. Ладно. Ну, пользуясь кремом от загара, да, чтобы избежать перегрева ожогов, ну, на самом деле, неочевидный такой момент, причем с высоким sun protection фактором. если собрались в степь, ну, я не уверен, кстати, что многие из вас соберутся в степь, но там летом в июле, то вы, скорее всего, с часов 11 дня до часов 5 вечера вообще не сможете, в принципе, ходить, это будет невыносимо и, скорее всего, будет точно тепловой удар. Местные ничего в это время не делают, и поэтому, как бы, тоже, если в жарком регионе оказались в жаркое время, то лучше пораньше вставать, делать съезд по дочи среди дня и вечером, соответственно, продолжать путь, пока еще это можно делать. Ну, и пить много воды. Да, пить много воды. Ну, пить много воды это тоже такой сквозной совет получается, надо пить воду. Ну, причем, кстати, не холодная. Потому что холодная вода, в организм уходит много энергии на ее согрев. Нужно пить воду. А лучше вообще чай, на самом деле. Лучше фиксируется. Да. Хорошо вентилируем палатки или гамак. Ну, гамак у нас тоже отдельный вид спорта. То есть, ну, у многих людей есть палатка только теплая. Ну, на самом деле, да. Можно всегда встретить в июле, например, ну, там, какая-нибудь альпинистская команда решила отдохнуть. И они, у них палатка экстремальная, с юбкой и со всеми делами не стоят в пляже в Крыму, купаются в конденсате еще до рассвета. Ну, и наоборот, соответственно, то есть, бывает, что у тебя одна палатка, которая, наоборот, там, рассчитана на... И ты с ней пытаешься, значит, зайти на Эльбрус, там, в феврале, ну, то есть, все должно быть... Ну, кстати, более экстремально. Так же. Жаркости не ломят. Животные. Ну, животные, как бы, все боятся медведя и волка, а на самом деле опаснее всего клещи и всякие мелкие насекомые. Причем, наверное, клещи самая вообще, да, распространенная опасность. Надо не забывать, что это гораздо опаснее, чем волк или медведь. То есть, волк, скорее всего, к вам вообще не пойдет, да, а медведь будет нападать, только если он почувствует, что вы угрожаете его потомству. Тоже, в большинстве случаев будет прятаться. Кстати, если здесь там... А тут есть эксперт на медведе, нет? Да. Ну, да, нужно как-то шуметь, издавать какие-то звуки там. Да, и от района зависит. Например, на Кавказе медведь человека боится, потому что на него там охотятся, много сотен лет, и там никогда запрет на охоту на медведя не снимался. Он просто боится человека. Ну, в энцефалит опасный район, если отправляетесь в энцефалит опасный район, следует делать прививки, они по разной схеме делаются. Одна, вторая, потом через некоторое время третья, или бывает экспресс прививки, да. И... А на самом деле от баррелеза вообще там застраховаться нельзя. Или от болезни лайма? Болезни лайма, да. Поэтому нужно, соответственно, длинную одежду носить с манжетами, обрабатываться репеллентом почаще. И да, и знать, где он живет, на самом деле, клещ, потому что он живет, как правило, в высокой траве, стараться не передвигаться по высокой траве. Ну, да, то, о чем мы говорили, не оставлять дубь из упаковки, убирать в палатку, подвешивать на дерево, что на самом деле в итоге может... ничего из этого может в итоге не спасти все равно. У нас был случай... Мы как-то оставляли сами себе заброску. Мы повесили мешок еды на сосну на болоте. Довольно безопасное место. В общем, короче, мы не заморочились сильно мешком. Мешок расклевали сойки. Все выпало, все, что выпало, попытались сожрать лемминги. Причем часть из них, я думаю, страшной смертью умерла, потому что там был соус карри, горчица. Вот эти все дела они сожрали до нуля. И было видно, что покушались на сайру, на всякое там... В зубке как бы на упаковке были, но они не сдюжили. Но да, такое бывает. Не всегда есть гарантия. А это легендарное происшествие с проеденной палаткой. Да, кстати, да, тоже был интересный случай. Короче говоря, на Тиньшане есть такая штука, она на шиншиллу похожа, но по бодрости это как, не знаю, как мышь там. Называется пищуха. Она, ну, вообще в Азии много ее достаточно. Короче говоря, открытая палатка, жарко, комаров нету, высота большая. Что-то сидели там, полудневка какая-то была. Короче, девчонки оставили печенье открытое, в открытой палатке. Мы куда-то пошли, в общем, девочки залезают, начинается визг бешеный, сначала их, потом пищухи. Короче, пищуха сожрала печенье, пока нас не было. Когда девочки вошла, значит, она обгадилась, так сказать, от страха. И, ну, во вход она выбежать не могла, потому что девочки зашли, поэтому она убежала в угол и прожрала угол палатки. Короче, у нас была загаженная дырявая палатка. Комба. Суперкомба. Вот такая штука. Так, ну, да я думаю, можно как раз, на самом деле, о навигации. О навигации, да. Карта — это модель поверхности земли, построенная в картографической проекции в определенной системе условных знаков. А проекция, в свою очередь, это математически определенный способ отображения поверхности земли на плоскость. Что это обозначает? Что на самом деле, да, если вы берете апельсин, его нельзя почистить так, чтобы у вас получилась плоская поверхность. Если, предположим, у него была бы эластичная шкурка, да, но все равно бы ее как-то растянуло бы, да, по углам и так далее. А скорее всего, он будет похож на проекцию Гаусс-Крюгера, когда его почистите. Ну, как в детском атласе. Да. Он на лепестки разойдется. Причем, это, кстати говоря, самое точное из всех возможных проекций. Бывают, соответственно, разные проекции, насколько хватает фантазий и математикам. Вот есть цилиндрическая проекция Меркатора. То есть это... Ну да, да, все правильно. Вот это когда берут глобус, как будто мысленно оборачивают в цилиндр, проецируют из центра земли лучи на этот цилиндр. Получается, карта с сильно искаженными полюсами ее используют обычно для того, чтобы изобразить часовые пояса, да, в первую очередь. И... Или в ежедневниках, там, кстати, там она как раз с часовыми поясами, да, обычно. Бывают конические проекции, так чаще всего изображают как раз Россию или Северную Америку. То есть, если мысленно надеть конус на глобус и спроецировать, тоже опять же, из центра земли на конус поверхность земли, получается такая вот, ну, собственно, да, видно, собственно, коническая проекция, будет поле коническая объединена, много конусов, и вот азимутальная. На самом деле, это не все, не все. Азимутальная обычно используется для Арктики, для Антарктики, для Австралии. Иногда делают Австралию. Получается довольно странная Австралия, непривычная нам. Ну, да, то есть, смысл азимутальной проекции заключается в том, что, как будто бы, лист бумаги прикладывает к какой-то точке на поверхности земли и проецирует все, что как бы вот под ним на эту бумагу. там схема как раз левом нижнем углу изображена. В чем смысл? Собственно, чтобы удачно передвигаться по маршруту, вам нужна скорее именно карта. То есть, сейчас многие используют снимок, но, вот, сразу покажу, есть снимок, есть карта. Для одного и того же места. Вот так как карта это модель земли, а не просто фотография, на ней существуют условные знаки, которые вам помогают лучше ориентироваться на местности. То есть, здесь вы можете точно увидеть, где находится обрыв, здесь вы можете узнать направление течения реки, можете узнать такие специфические вещи, как свойства моста, на котором, моста или какого-то строения. У карты есть номенклатура. Собственно, вот в правом верхнем углу написано Q3610VG, по этой номенклатуре можно определить, в каком месте находится эта карта. У нее есть градусная сетка, то есть, вы по ней можете определять свои координаты. У нее есть, причем, сетка географических координат, сетка прямоугольных координат, местных координат. И, ну, вот яркий пример, да, лес. Если вы смотрите на снимок, вы даже, в принципе, наверное, затрудняетесь ответить себе на вопрос, лес это или что вообще, просто какая-то зеленка, да, зависит от, не всегда, кстати, понятно, какого сезона Яндекс занял этот снимок, что это было вообще, да, здесь написано, растет лес, ель, вот, не знаю, указки нет, ель бер, 1202, 3, это обозначает, что здесь растет елово-березовый лес, числитель дроби 12, в среднем высота деревьев 12 метров, знаменатель 0,2, средняя толщина стволов 20 сантиметров, после дроби тройка, стоят на расстоянии 3 метра друг от друга. То есть это мы, мы сидя здесь, сидя здесь, можно определить фотографически, на самом деле раньше, да, в шестом классе об этом рассказывали, сейчас в пятом, и кто, вот, поднимите руки, кто после шестого класса еще раз дожал в руку. Ну, это же в науке путешествия, да, география, несмотря на то, что русский географ самый мощный в мире, почему-то в школе никто учить не любит. Вот. Собственно, карта, короче говоря, помогает лучше сориентироваться на местности, гораздо качественнее, чем снимок. Но проблема, как бы, в наших топографических карт, в частности, на территории России, я, кстати, не знаю, как топокарту добыть для какой-нибудь другой страны. Другой, ну, на самом деле, да. В Германии, по-моему, даже в ларьке можно купить. Суть в том, что топографические карты в значительной мере были засекречены. И они, на самом деле, и сейчас, они сейчас засекречены, и то, что мы на сайте скачиваем, это, по сути, секретная информация, просто на это забили. Не особо обращают внимание. Или они обезличены, то есть на них нету градусной сети. На самом деле, для туриста это не очень важно. Или бывают перепутаны высоты. Там на 100 метров вверх из-за гипса сделано на 100 метров вниз. Тоже абсолютно нормальная ситуация. Или, ох, у нас осталось 15 секунд. Что успею сказать про карту? Все сделаны до 90-го года. Все. 10 секунд. В общем, как это? И современных карт, на самом деле, к сожалению, нет. Поэтому приходится как раз извращаться, пользоваться. Одновременно старая карта картой, снимком, схемой, орографической карты. Причем она в наше время перекочевала как раз из тех времен, когда все было строго, секретно. И горник брал вообще хребтовку, по сути, карту... Карту Винни-Пуха, короче говоря. Карту рельефа. Да, на ней есть только схема, получается, только направление хребтов и ледники, обозначенный перевал и вершины, по ней шел. И плюс электронные сервисы. Но у них тоже есть на самом деле много минусов, потому что, во-первых, когда вот здесь как раз OpenStreetMap зажато, это обозначает то, что никто не знает, кто эту карту нарисовал, что у него было в голове. Это как в Википедии. Ну, по сути, да. Но в чем плюс, они могут все сразу объединять большое, как бы сразу, можно слоить по-разному, смотреть на разные карты одновременно. Как бы вот такое идет, не знаю, что делать. В общем, да, резюме такое, что... Коллекция рассчитана на дольшее время, к сожалению. В общем, резюме такое, что получаете больше информации, вот, и чаще обращаетесь к живым людям, которые реально ходят в походы. Вот. Ну и, собственно, мы здесь для этого собрались. Ну да. Вот, все, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok